Морган Геймс 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 Что такое ТПБ? Это несколько синглов, это история, законченная история из нескольких синглов. Например, там сюжет тянется на 6-7 выпусков синглов. Вот, сингл, кстати, это выпуск, вот, ещё можно так говорить. ТПБ это уже как бы подшитая история, одна вот такая история из 6-7 синглов, законченная по сюжету, по смыслу и так далее, завершённая. Но она оформлена, скажем, вот в такую вот мягкую обложку. Вот у меня ТПБшка, Мстители и Новых Мстителей, короче. Вторая часть здесь, да. И она вот так вот оформлена. То есть, это обложка мягкая, ТПБшка. Вот это называется ТПБ. Обычно они имеют свойства изнашиваться, такие комиксы, потому что сами понимаете, что мягкая обложка, она как бы долго не живёт. Там неподшитый корешок, всё на клею. Вот, поэтому рекомендую покупать такие вот злофановые пакетики для ТПБшек. Они тут склеиваются, вот тут запаковываются, их распаковываешь, раскрываешь и достаёшь, если захочешь посчитать. А так оно как бы продлевает срок и сохраняет на дольше, на дольше, типа комикс. Дальше Хард или Хард Кавер. Это как ТПБшка, только не ТПБшка, короче, сейчас объясню. Это получается тоже несколько синглов, одна законченная история, но она подшита, она уже подшита. Там нету клея, она сшита, как бы её корешок сшит, и это твёрдая обложка. Хард, ну, от слова Хард, тяжёлый, типа твёрдый. Видишь, вот такая вот у меня есть Мстители. Ой, господи, какие, господи, Мстители, сейчас убейте меня за это просто, убейте нахуй меня за это. Это Лига Справедливости, какие Мстители, ну чёрт возьми, почему? Как, это грех. Но я это не вырежу, потому что это прикольно получилось. То есть, вот, и это называется Хард Кавер. Дальше идёт у нас Омнибус. Омнибус это, как бы вам сказать, это как бы Хард Кавер, но он очень большой, он очень толстый. В Омнибусе обычно от 20-25 и там до 40 выпусков какого-то сюжета, вот, отдельного истории про какого-то героя или команду героев. И она обычно тяжёлая. Это вот называется Омнибус. Вот такой вот у меня Омнибус. Омнибус Паучьи Миры, такая вот толщина, самая тяжёлая, самая толстая, наверное, на книге, которая у меня есть, это Омнибус. Омнибус обычно это тоже, как бы, законченная, как бы, история, но она состоит даже из нескольких разных сюжетов, нескольких разных даже комиксов. То есть, например, там вот в моём, это Паучьи Миры, там идут от какого-то там по какой-то выпуске синглов Удивительного Человека-паука, потом от какого-то по какой-то выпуске Алого Паука, от какого-то по какой-то выпуске ещё там какого-то Паука, короче. И вот эти вот все истории, они взаимосвязаны между собой в этом глобальном событии, и они вплетены в этот Омнибус. Там ещё надо читать его так прям по порядку, они все напечатаны, они могут быть, типа, как бы, сначала там про Удивительного Человека-паука, потом про Алого Паука и так далее, потом снова Удивительный. И, в общем, оно всё так в хронологии там рассортировано, это даже, когда открываешь страницу, там тебе расписано, что зачем надо читать. И это называется Омнибус. Короче, Омнибус это большие такие книжищи, скажем так. Вот, это что называется по оформлению, собственно, самих комиксов непосредственно. Ещё есть такие термины, как ваншот. И что такое ваншот? Ваншот это, скажем так, история на один выпуск, всего на один номер. Просто, может быть, вот у меня пример. История Дарксайда. Это вот ваншот. Сингл ваншот. История Таноса, становления Таноса Таносом. Что же у меня есть? Это ТПБ ваншот. То есть, видишь, ещё есть ТПБ ваншот. Тут, как бы, это мини-серия, но, как бы, скажем так, вам объяснить, чтобы не запутались. То есть, это мини-серия, состоящая из, по-моему, пяти выпусков, пяти синглов. Но, как для ТПБ, она только вот одна вот такая история, у неё продолжения нет, то это, как бы, ваншот считается. То есть, ваншотом можно считать и ТПБшку, и сингл, если, как бы, это законченная книга. Вот, это называется ваншот. Дальше идёт у нас, сейчас скажу, ну, мини-серия, вы поняли, что такое? Это когда, там, с первого по шестой или с первого по восьмой, но она, как бы, закончена. Это называется мини-серия, это мини. Есть Макси, когда, там, выпусков двадцать пять и серия, как бы, закончена. Есть Онгоин. Онгоин – это то, что продолжается, то, что сейчас ещё выпускают, и то, что неизвестно, когда оно, нахуй, закончится. Вот это, вот, называется Онгоин. То есть, автор сам, он, как бы, вдохновение у него есть, оно похлящит через край, он пишет, пишет, рисует, сочиняет, короче, и оно неизвестно, когда будет конец. Поэтому, это Онгоин. Вот такие серии, скажем, как, та же самая Лига Справедливости, которую я, блядь, никогда себя не прощу, как я мог, назвал Мстителями. Вот это вот Онгоин, потому что она выходит и выходит и выходит. Уже, как бы, линейка Нью-52 по ней закончена. Там, следующая линейка, идёт DC Rebirth, то есть, перерождение. Там вся вселенная, типа, переродилась по новой, и там совершенно другая история Лиги Справедливости. Но это всё равно Онгоинг, потому что по этой команде пишут, и пишут, и пишут, и пишут истории. Поэтому он считается, как бы, Онгоингом, потому что неизвестно, когда она будет закончена. Вот. Что ещё хотел сказать? По-моему, как бы, всё, но подожди. А, ещё есть Ран. Что такое Ран? Вот, все иногда задаются вопросом, вот ты говоришь там, я читаю Ран Бендиса по Пауку. Я читаю Ран, скажем, Джеффа Джонса по Лиге Справедливости. Ран — это, собственно, какая-то история по какому-то герою, команде героев, неважно, от одного автора. Длиной там, ну, посрать, какое количество выпусков длиной. Может быть, шесть, может быть, восемь. Но обычно Раны это тянутся, они там по двадцать номеров, может даже и больше тянутся. То есть, вот Ран — это, собственно, детище некоего автора по какому-то герою, который столько-то выпусков тянулся. И вот у меня, вот, скажем, для примера есть Ран — это Брубейкера по Капитану Америки. Капитан Америки, кстати, это очень классный комикс. Именно Брубейкер. Вот я, как этого героя, не любил, особо никогда. Но когда Брубейкера почитал я Ран Брубейкера, именно Ран Брубейкера. И, кстати, тут ещё художник Стив Эптинг тоже, как бы, вместе с Брубейкером постоянно работает над этой серией. Художник тупо не меняется. Но это не обязательно, чтобы, типа, для Рана был один художник. Тут так получилось. Но Ран — это считается в основном от одного автора типа. И вот, получается, первый мститель. Вот эта вот первая книжка по Капитану от Брубейкера и Эптинга. Вторая. Вот. И дальше вот третья. Вот даже там вот написано «Эд Брубейкер». Это, получается, Ран Брубейкера. Поэтому вот такие терминологии. Я думаю, что на это видео нам хватит терминов, потому что запутаетесь. Вот. Хотя бы так вот. Но это самое основное, что я думаю, что должен знать каждый, кто читает комиксы. И кто вообще увлекается всем этим делом, так же само, как я. Вот. Поэтому так. Вообще терминологии просто уйма. Просто море. И, возможно, как-нибудь мы разберём с вами что-то новое. Пока что давайте на этом остановимся. Всем удачи, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Читайте комиксы. Посвящайте себя в эту вот вселенную. Потому что это намного лучше, чем даже, наверное, смотреть какие-то фильмы. фильмы по ним. Потому что комиксы, это же оригинал. Это же круто. И причём там твои герои тупо оживают на картинках. Поэтому, ну, собственно, я могу об этом долго говорить. На самом деле это всё очень круто и интересно. Читайте, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Удачи, до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok